Продолжение следует... 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 организация является одной из ведущих в составе областного объединения. Залог ее успеха заключается в том, что здесь проводится правильная кадровая политика. Из 48 председателей первичных организаций 47 переизбраны повторно. Это говорит о том, что каждый человек здесь на своем месте. В выступлениях не раз была положительно отмечена грамотная и активная работа первичных организаций, открытость деятельности общественного объединения в целом. В ходе собрания своим опытом поделились первички районной структуры. Все члены первички ознакомлены с уставом Белой Руси с положениями программы. Все они являются членами профсоюза и многие из них членами первички БРСМ. Такое взаимодействие определяет главную цель объединения вместе за сильную и процветающую Беларусь. Задача нашего движения ясна каждому быть в гуще событий, воспринимать их глазами простого человека и анализировать государственных позиций. Нас отличает преданность своему отечеству, профессионализм, новаторское мышление, нестандартный взгляд на вещи, инициативность и принципиальность. И Белая Русь выступает в качестве общественной опоры власти на пути достижения этой цели. Одним из проектов направлений социальной политики в Смодромском дискозе является работа с молодым. В нашей организации работают 450 человек, из них 62 в возрасте до 31 года. Молодежь является наиболее ярким воробником всех явлений процессов, происходящих в обществе. Как положительных, так и отрицательных. Она, как наиболее динамичная активная часть населения страны, является потенциальной основой всех преобразований. Именно данной социальной группы зависит перспектива развития странной будущей. Поэтому предыдует устройство вискоз, молодой специалист, не остается один, а за каждым из них закрепляется на стартах из наиболее опытных специалистов. В нашем коллективном договоре предусмотрены не только льготы из типового талитного соглашения, заключенного между Министерством местного хозяйства и профсоюзом, но и приняты льготы только для работников вискоза. Из наиболее значимых это выделение молодым специалистам, не имеющих жилья, и нуждающихся в лучшем жилищных условиях, которые ведут индивидуальное строительство. Извиняем, и деловое преимущество в готовом виде. Отметим, что во время конференции единогласный Геннадий Бычко был переизбран на должность председателя районного объединения «Белая Русь». Ряд задач на будущее, поставленных президиумом областного совета, вновь избранному составу озвучил председатель Ленинской районной организации города Гродно Василий Михно. Ваша организация напомнит большой опыт участия и проведения мероприятий и активно, и акции социально-политической направленности, и политического воспитания. Вместе с тем, новому составу Совета Сморгонской районной организации областной президентом областного совета рекомендует активизировать работу по организационному и количественному укреплению районной организации. Игнатий Балович об этом говорил. Второе. Продолжить наращивание работы в социальной сфере, больше внимания уделять детям, крестоверным, ветеранам, людям, попавшим в беду, и другим, ось, пронуждающимся. И третье. Вот перспективная такая задача новому составу Совета. Сделать срецент на работе первичных организаций по сплощению трудовых коллективов, порушению дисциплины и производительности труда. Лучшие представители районной организации были награждены грамотами и благодарственными письмами Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Один из почетных гостей мероприятия, первый заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Сергей Пигарев отметил, что Сморгонская районная организация вскоре будет выполнять задачи базовой организации, которая формируется по всей области в наиболее сильных ее структурах. Вы лучшие в Гродненской области. И мы стоим перед вами четко выраженные не гуманитарные, как Гродненская областная организация, а политические задачи. Принято решение, что мы будем создавать так называемые базовые районные организации. То есть это самые крепкие организации, которые будут распространять свой опыт и работать в межрайонном масштабе. Вот Сморгонская организация в Гродненской области, это одна из тех организаций, которые будут выполнять функции базовой. Более того, мы даже найдем возможность поощрять тех работников на освобожденной основе, которые будут заниматься этой работой. То есть работа по обмену опыта, по выработке инициатив, по организации, проведению массовых мероприятий каких-то. Это будет эта организация. Ваша общественная приемная в грядущие политические компании и прежде всего будущую компанию по выборам главы государства будет выполнять ту же функцию, которую выполняла, но на более качественном, на высоком качественном уровне это общественная приемная кандидата. Жителям Гродненщины, у которых будут возникать какие-то региональные проблемы, обращаться в общественную приемную Минска больше не будет нужно. Все вопросы можно будет решить непосредственно на местах. Кворум-форуму работу районной организации признал удовлетворительной. Также в ходе собрания были определены 13 представителей, которые представят нашу районную организацию на областной отчетно-выборной конференции. В субботу 22 апреля с 9.00 до 12.00 прямую линию проведет заместитель председателя райисполкома Александр Григорьевич Божидай. Телефон 3-16-16. В среду 26 апреля с 10.00 до 11.00 прямую линию по вопросам организации работы учреждений дошкольного образования проведет начальник отдела образования спорта и туризма Сморгонского районного исполнительного комитета Игорь Петрович Счастный. Телефон 3-21-82. Также в среду 26 апреля с 11.00 до 13.00 прямую линию по вопросам правоохранительной направленности о мерах по реализации поступивших предложений граждан проведет начальник ОВД, подполковник милиции Александр Анатольевич Клеменков. Телефон 3-32-41. Пасха, светлое Христово Воскресенье. Светлая пасхальная радость согревает нас среди земных забот, вдохновляет нас жизнь в доброте и любви, дарует нам предчувствие собственного грядущего воскресенья. В светлую пасхальную неделю в Сольском Доме культуры было празднично, шумно и весело. Много нарядных детей и радостно улыбающихся взрослых. Первый пасхальный концерт Сольской детской школы искусств никого не оставил равнодушным. Сегодня каждая школа искусств Сморгонского района старается радовать как можно чаще жителей и гостей нашего края праздничными выступлениями, спектаклями и игровыми программами. Рождественские концерты по сложившейся традиции ежегодно проходят с Моргоней уже много лет. В минувший вторник мы стали свидетелями удивительного культурного события. В агрогородке Солы прошел первый пасхальный концерт, который подготовили учителя и воспитанники Сольской детской школы искусств. Встречала гостей праздника беспроигрышная лотерея, сувениры на пасхальную тему которой изготовили учащиеся художественного отделения. Сольская детская школа искусств уже давно работает в агрогородке Солы. У нас есть выездной класс в агрогородке Осиновщизна, где с удовольствием занимается 92 ребенка во всей школе у нас есть и 13 учителей. Очень дружный коллектив, как и учителей, так и детей. Но надо нам похвастаться, что мы в этом году участвовали во многих международных, республиканских и областных конкурсах. И очень важно, что дети даже из сельской местности занимают первое, второе и третье почетные места, становятся лауреатами. Нас уже отмечают, нас уже замечают. Сегодня на нашем концерте будут выступать эти дети, которые уже имеют звание лауреата первой, второй и третьей степени. Мы надеемся, что мы получим поощрение фонда президента, но это еще впереди, к этому надо идти и стремиться. А сегодняшний концерт посвящен Пасхе. Пасха – это самый главный праздник верующих, воскресение Господне. И так получилось, что в этом году Пасха у католиков и православных вместе, поэтому мы не могли обойти этот праздник. И коллектив учителей совместно с детьми решили, что мы отметим своими музыкальными подарками. На праздник пришли жители агрогородка Солы, окрестных деревень, родители, бабушки и дедушки, братья и сестры учащихся. Усилиями преподавателей и юных дарований программа концерта получилась интересная, яркая и насыщенная. Дети пели песни и читали стихи, прославляющие Господа, играли на всевозможных музыкальных инструментах. Гармония, умиление и духовное единение царят далили в этот вечер в зале. Своим исполнением ребята подарили зрителям неподдельную радость. Я всегда говорю, что эти дети, которые учатся в музыкальных школах, школах искусств, они другие. Они точно другие, они открыты, они раскрепощенные, они добрые, они внимательные, потому что музыку исполнять, она бывает лирическая, она бывает веселая, это нужно вложить в душу. Поэтому, конечно, школа музыкальная и эстетическое воспитание возвышает человека и делает из ребенка личность. Я играю на скрипке, мне очень нравится. Я играла дома, играла в школе, не пропускала уроки по музыке. Готовилась очень хорошо. Выступаем, да, часто, но не волнуюсь. Уже привыкли к стиле. Да. Я учусь в школе искусств, в соло. Я играю на инструменте баян. Мне очень интересно на нем играть. Это, хотя, немного сложно, но мне все-таки нравится. И я бы посоветовал всем остальным, кто еще не ходит в Сольскую школу искусств, чтобы они приходили и учились в нашей школе. Я играю на скрипке. Сегодня мы тут в клубе репетировали. Дома я очень старательно репетировалась и в классе. Я совсем не волнуюсь, потому что очень много выступали. Игра на скрипке – это радость, счастье, аплодисменты. На пасхальном торжестве присутствовали и священнослужители. С поздравлениями в честь значимого для всех верующих праздника и словами духовного наставления к детям, их наставникам и родителям обратился настоятель церкви царственных мучеников Отец Валентин. Христос воскрес! Ну, как взрослые хотят, чтобы все было в порядке. А Господь сказал, что не препятствуйте детям приходить ко мне. Вот эта заповедь дана всем взрослым. И не просто препятствовать приходить ко мне, а именно привести деток ко Христу – это главное заповедь для родителей, для учителей. И сегодня хвала и благодарение тем людям, которые потрудились для этого праздника. Без внимания не остались юные звездочки школы искусств. Среди них Александра Половинкина и Владимир Решкевич. В этом учебном году Володя порадовал великолепными результатами, пополнив свою копилку дипломами лауреата международных, областных и региональных детских конкурсов и фестивалей. Мне нравится играть на баяне, потому что он нужны быстрые и медленные песни. На конкурсе в финише я играл в вальс «Банкрот», «Малиновский каникул» и «Гордеечка Полька». Мне надо много работы, чтобы иметь такой успех. Вова всегда занимался с удовольствием на все занятия. Ходил и к первой учительнице, и ко второму учителю, так как наша первая ушла в декретный отпуск учитель. И он занимается сейчас с Андреем Числавовичем, ходит с превеличайшим удовольствием. Его отправлять не нужно. Он идет за полчаса до начала занятий. Ему очень нравится заниматься музыкой. Дома он занимается и один, но больше всего он любит играть нам всем, всей нашей семье. Я поддерживаю все его начинания, все порывы, все конкурсы. В марте месяце мы уже были на шести конкурсах, сейчас опять поедем лиду на седьмой. Везде он занимает призовые места, и поэтому, конечно, и морально, и материально мы его поддерживаем. В этот вечер своей пасхальной радостью поделился и ансамбль учителей школы искусств под названием «Ярмарка». Их виртуозное исполнение вызвало шквал аплодисментов зрительного зала. Время концерта пролетело на одном дыхании. Интересные музыкальные номера на церковную тематику порадовали гостей концерта, усилив пасхальное торжество. Участники одаривали зрителей хорошим настроением, весельем и теплом. Зал же, в свою очередь, не скупился на овации. Радостные ощущения, оставшиеся после праздника, говорят о том, что каждый присутствующий не остался равнодушным. А значит, это замечательный повод трудиться и далее во имя Господа. Уважаемые читатели газеты «Светлый шлях», доводим до вашего сведения информацию о том, что ближайший номер издания по техническим причинам выйдет в субботу, 22 апреля. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. 22 апреля в оратории Святого Яна Боско состоится четвертый итоговый творческий тур молодежного социального проекта «Битва микрорайонов». Начало в 19.30. Вход свободный. Сморгонский районный отдел внутренних дел информирует, что с 17 по 28 апреля 2017 года органами внутренних дел совместно с заинтересованными субъектами профилактики проводится республиканская акция «Дом без насилия». Целью данной акции является привлечение внимания широких слоев населения к проблемам насилия в семье, разъяснение гражданам необходимости содействия государственным органам в решении данной проблемы, разъяснение эффективного применения положений закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года об основах деятельности по профилактике правонарушений. В рамках данной акции созданы рабочие группы из числа представителей отдела образования, управления по труду занятости и социальной защите, медицинских работников и сотрудников РОВД. Совместными группами по месту жительства посещаются лица, допускавшие насилие в семье, а также лица, совершающие противоправные действия, в семьях которой воспитываются несовершеннолетние дети. Задачами акции является принятие мер профилактического воздействия к лицам, совершающим насилие в семье, таких как направление их в лечебно-трудовые профилактории, ограничение в дееспособности, привлечение к административной ответственности, рассмотрение на заседаниях Советов общественных пунктов охраны правопорядка и иные меры. Студент 20 лет, отказ печени. Бизнесмен 35 лет, отказ почек. Неизвестный 50-60 лет, отказ поджелудочный. Причина смерти у всех одна – употребление алкогольной продукции неизвестного происхождения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Воскресенье 23 апреля северо-западным ветром начнут поступать холодные воздушные массы. Ночью температура воздуха опустится до минус 1-3. В дневные часы ожидается плюс 5-7. Пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. В понедельник 24 апреля погода будет носить неустойчивый характер. Увеличится облачность, велика вероятность осадков. Ночью температура воздуха составит минус 1-3. В дневные часы столбики термометров покажут 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный порывами до 15 метров в секунду. Отдел телевещания обращает внимание телезрителей, что следующий информационный выпуск программы события выйдет в эфир ровно через неделю согласно графику переноса рабочих и выходных дней в 2017 году, утвержденного Советом министров Беларуси. Мне остается только попрощаться. Берегите себя, будьте в курсе событий. АМИ-мебель Акция уникальная цена Стенка Токио за 400 рублей плюс подарок Еще и в рассрочку АМИ-мебель АМИ-мебель Акция уникальная цена Скидка 50% на компьютерный стол при покупке компьютерного стула Еще и в рассрочку АМИ-мебель Акция в АМИ Скидки получай Скидки до 50% Шкафы по лучшей цене за 2 года Дополнительные скидки на второй и третий товар Еще и в рассрочку на 10 месяцев АМИ-мебель АМИ-мебель Акция уникальная цена Стол-трансформер Всего за 170 рублей Шикарное застолье Для 8 человек АМИ-мебель АМИ-мебель Акция уникальная цена Диван-кровать Мартин Всего за 200 рублей Еще и в рассрочку АМИ-мебель Программа события Транслируется При технической поддержке Общества с ограниченной ответственностью Аксиома-сервис Сморгонское кабельное телевидение Сморгонское кабельное телевидение